приветствую вас уважаемые зрители канала рациональная нумизматика это канал где мы детально рассказываем о разных монетах о их истории перспективах и сегодняшний выпуск у меня будет посвящен именно детальному разбору такой темы которой вы часто интересуетесь комментариях что же по монетах современной украины как монетах на изельбери не осенят два образца которые я купил в банке перспективных так и по монетах из серебра конкретно посвященному нумизматическому материалу из золота у меня есть несколько выпусков на канале можете посмотреть что по серебру я вам покажу архистратика в пруссе и покажу маленькую монетку пол килограмма серебра никитский ботанический сад сегодня я приобрел две монетки это энергетики такая монетка украинская и это монетка посвященная столетию институту судебной экспертизы обе эти монетки можно приобрести в коммерческих банках по одной в руки по одной их несколько нельзя купить потому что в банках они продаются около 100 гривен а уже в на реальном рынке ценники от 200 до 300 гривен то есть навар 100 процентов а так как тиражей небольшие около 30 тысяч штук эта тема мега популярна и сейчас целые очереди стоят и желающих приобрести эту тематику теперь политика национального банка они не производят как когда-то из низельбера тиражами 50 60 70 тысяч штук а очень маленькими тиражами такие монетки но это ней зельбер что касается серебра часто вы мне спрашиваете как чувствует себя украинская монета в серебре что по перспективам будет она развиваться будет она популярна я вам расскажу вот у меня в руках серебряная монетка но не совсем простая не буллин архистратив а архистратив михаил в пруфе 2017 года тираж этой монеты до 10 тысяч штук у нее есть паспорт где все описано исполнена по технологии еще раз повторяюсь пруф большая контрастность матовых частей и зеркальных частей поля она популярна я видел такие монеты отслабированные даже в качестве мс в качестве пруф в компании писи gs они встречаются в правах слабах на выставках загниться видел эти монеты и они пользуются значительной популярностью даже на всем известном большом мировом сайте апмекс на дилерском можно увидеть архистратива михаила монета красивая яркая всем нравится момент выхода она продавалась от 1800 до 2000 гривен да сейчас ну туда курс у нас был 27 гривен сейчас курс 38 гривен за доллар и эта монетка сейчас торгуется от 3500 гривен до 3900 гривен соответственно выдерживается и скачок доллара и определенный зазор для тех кто инвестирует в эти монетки не хотел вам показывать обычные буллин у меня есть коробки с обычными буллин архистративами михаилами хотел вам показать именно в качестве пруф а теперь я вам покажу главного виновника этого видео большая монетка которая посвящена двухсотлетию никитского ботанического сада она не просто большая она пол килограммовая такая монеточка чтобы вы понимали ну примерно в 16 унций вот в нее есть паспорт тираж до 1000 экземпляров монеточка выполнена в чистоте 3 девятки и посвящена она одному из самых давних научно-исследовательских одной из самых давних научно-исследовательских организаций нашей страны никитскому ботаническому саду который был заложен 1812 году на мысе мартьян недалеко от ялты вот сейчас мы ее рассмотрим более детально когда-то такая монета в момент выхода в 2012 году стоила от 8 до десяти тысяч гривен до вынете и конечно будет еще такая задачка непростая вот мы ее выняли интересно над тем что есть пломбы которые не сорваны это очень важно также на гурте на ребре монеты по простому скажу через капсулу виднеется клеймо национального банка аргентум 3 девятки и вес 500 грамм здесь портрет первого директора а здесь у нас на фоне моря озеро фонтана вы можете себе представить пол килограмма серебра как она выглядит сама не то сейчас такая монета стоит приблизительно 27 тысяч пятьсот гривен если перекинуть это в доллары это больше 700 долларов семьсот двадцать это данные у меня с базы я вам размещу все print screen и базой которые я пользуюсь она называется you coin то можно следить любую монетку из серебра золота и не изельбера сплава украинскую посмотреть на там не просто видно цену там видно также динамику динамику движение цены как идет вверх какие монетки идут вниз есть ряд украинских монет которые супер популярны я могу вам навис даже сейчас по памяти рассказать есть такая монета колесо жизни но я вам называю те которые в разы выросли да она там стоит от 6 до 8 тысяч гривен есть монета 30 лет независимости таким синим подсолнухом красивая она уже от 8 до 10 тысяч гривен хотя когда-то я купил три штучки по 2 200 но при курсе 27 за доллар есть много монет у меня даже сейчас есть монетка у себя в коллекции и не одна называется спадок украинской мовы наследие с казаком таким с позолоты она выросла более чем в два раза потому в украинской нумизматике сейчас есть очень много интересных позиций которые ликвидны не только в украине но и за границей плюс национальный банк выбрал грамотную политику он защищается от дилеров одна монета в руки можно на официальном сайте купить когда стартуют продажи там тяжело бывает сайт ложится когда большой наплыв но люди тоже покупают можно приобрести и плюс маленькие тиражи теперь политика избрана такая что монеты не делаются космическими тиражами в 10 тысяч только делается три четыре пять тысяч экземпляров серебре а если это не изельбер не зельберовая монетка номиналом в пять гривен то тиражи тоже 30 40 небольшими то есть чтобы спрос превышал предложение и таким образом плюс монетка продается одна в руки повторюсь нему нельзя прийти в банке купить там 20-30 монет а потом барыжить в интернете для этого нужно подыскивать не знаю есть схемы конечно люди у меня знакомые там берут знакомых друзей двоих троих но все равно ты 20-30 монет не накупишь таким образом нумизматика в украине она становится что ли более цивилизованной и спрос есть много монет покупают люди из-за границы на разных выставках я надеюсь я вам так вкратце описал ситуацию на рынке нумизматическом украинских как серебряных так и не изельберовых монет на фоне демонстрируя вам такую маленькую монетку но мне она очень нравится мне она очень нравится никитский ботанический сад вы сами можете представить монета в пол килограмма веса в чистоте три девятки в банковском состоянии капсула не открывалась коробочка паспорт как она выглядит и вот даже для сравнения вам унцовочка любая унцовка она в принципе в таком диаметре вы видите как она выглядит слон и моська вот он и самое интересное напомню очередной раз до 1000 экземпляров то есть их не огромные номиналы условно говоря когда такая монета продавалась на выставке в берлине я даже видел так было немного дико смотреть они у нас вращались да я такие монеты встречал у нас у знакомых есть такие монетки люди собирают тематические 30 лет независимости есть пол килограмма у меня когда-то было возможно даже на канале фотографии остались это да но когда такая монетка где-то в берлине появляется где-то в праге вы видели за границей а тираж очень небольшой означает что монеты выезжают активно за границу и там циркулируют среди диаспоры нашей вот и это означает что на нашем рынке такого нумизматического материала становится меньше а если материала меньше значит и перспектива роста цены на такие монеты есть и я думаю будет все зависит опять же от грамотной политики нбу если национальный банк украины будут будет придерживаться выбранной политики маленьких тиражей высокого качества красивой компоновки дизайна монет тогда будет все хорошо монеты будут конкурентные вы сами понимаете что это современная нумизматическая продукция она циркулирует с другими предложениями других банков национальных германии чехии польши и чей дизайн лучше где тираж меньше те и предложения будут более ликвидны и конкурентным еще будет отдельный выпуск где я вам расскажу о ситуации на нумизматическом рынке украины украинских монет в золоте он будет немного позже я его подготовлю детальными посмотрю вам снос очки по ценам как именно меняется ценовая политика вы пожалуйста не ленитесь напишите в комментариях ваш опыт я знаю что многие подписчики на моем канале имеют много украинских монет кто-то собирает определенные темы у кого-то есть довольно редкие дорогие монеты напишите как ва по вашим наблюдениям изменились цены если спрос или наоборот с течением войны спрос упал и люди избавляются такого нумизматического материала мне интересно это будет почитать каких других им подписчикам канала но по старой доброй традиции я всем вам пожелаю крепчайшего здоровья нумизматической удачи мира и добра всем нам уважаемые зрители до свидания а Продолжение следует...